Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если честно, сначала все было неплохо. Были заказы, но потом пришел Максим с женой и мамой. Ну и началось. Это нам не нравится, крики, скандалы. В общем, угробили нашу идею на корню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А я знал, что ты проснешься раньше всех. Твой кофе? Я не пью кофе. А раньше пила. Я что-то путаю. Путаете. Нина, подожди. Ты ведешь себя так, будто я твой враг. Что случилось? Шутите? Мой дядя так хотел, чтобы день гуцульской кухни состоялся. Для него это было очень важно. А вы? А что я? Какой еще день гуцульской кухни? Я впервые слышал. Максим Романович. Подожди, Нина. Я серьезно, я ничего не понимаю. Объясни, пожалуйста. Ты не устал преследовать мою жену? Слушай, не, ну какой все-таки этот крем новый, увлажняющий, замечательный. Прям вот питает. И кожа как бархатная. А сколько стоит? Я там особо не смотрелась. Десять долларов, семьдесят. Ну, согласись, что для такого качества цена копеечная. Ну да, дешево. Правда, у меня и таких денег нет. Кошмар, даже не могу себе крем для лица купить. Кристина, ну не усложняй. Наличные расходы ты можешь брать деньги у отца. Нет. Я пообещала Максу, что я вообще не буду брать у папы денег. Он ничего не узнает. А если узнает? У нас отношения только-только начали налаживаться. Нет, я не буду рисковать. О, вот-вот-вот. Так, кажется, это то, что нужно. Ты ищешь работу? Угу. Правда, по моей специальности вакансий очень мало, но я тут и другие объявления смотрела. Вот тут пишут, что депутат Верховной Рады ищет себе помощницу. По-моему, то, что нужно. Здравствуйте, я по объявлению. Да. 21. Выше, еще не закончено. Я политолог. А скажите, пожалуйста, а что будет входить в мои обязанности? Угу. Угу. Спасибо большое. Да, до свидания. До свидания. И что будет входить в обязанности? Ой, это не важно. Это в Киеве, в общем, мне не очень подходит. А, я так и поняла. Кристин, возьми у папы деньги, все встанет на свои места. Я сказала, нет. Я найду работу. Максим Романович, а вы что, ничего не знали? Нет. О том, что вчера был день гуцульской кухни, я узнал только сегодня и совершенно случайно. Ну как же. Вы же вчера обедали в ресторане. Вы сами отказались от национальных блюд. Я ни от чего не отказывался. Извините, но Ростислав Карлович говорит правду. Вчера вы заказали стандартный обед, какой выбрали ваша мама и супруга. Им очень не понравилось гуцульское меню. Они устроили скандал. Так, подождите, это какое-то недоразумение. Видимо, я пришел в ресторан, когда скандал уже закончился, поэтому даже не понял, что произошло. Возможно, возможно. Значит так, мы организуем еще один день гуцульской кухни. Составьте список продуктов, которые нужно заказать. Если нужно, я за ними съезжу. И вообще любая помощь, которая от меня требуется. Продукты все есть. Со вчера остались. Отлично. А Семен Назарович в курсе? Будет в курсе. Тараса вызывать? Пока нет. Ты издеваешься? Тебе мало вчерашнего унижения Тараса, так ты решил окончательно досадить ему и Нине? Нет. Я хочу исправить то, что вчера невольно натворил. Невольно? Да. У меня и в мыслях не было срывать день гуцульской кухни. Слушай, тебе самому не надоело врать, а? Да. Дядя Сема, я не вру. Я ничего об этом не знал и уже уставил это всем доказывать. Мне сообщили, что мама, Кристина и дядя Антон раскритиковали новые блюда. И это повлияло на остальных постояльцев. Но все можно исправить. Каким образом? Завтра мы проведем еще один день гуцульской кухни. Главное, чтобы ни мама, ни Кристина, ни Антон не появились в ресторане. Слушай, да ты и без них найдешь, как досадить Нине. Я не желаю ей зла. И ты уже давно мог это понять. Это я нашел Нину в доме в райцентре, где ее удерживали шантажом. Это я привез ее, ну почти привез в Ужгород. Вот именно, что почти. Я бы никогда не сделал того, что может навредить Нине и ее дяде. Я ее... ...очень уважаю и правда хочу помочь. Давай так. Если я еще раз подведу тебя или Нину, я уволюсь и навсегда уеду из отеля. Ладно, давай проведем еще один день гуцульской кухни. Я так давно мечтала побывать в Берлине. Наконец-то моя мечта сбылась. Спасибо тебе большое. Твой чай. Сколько я всего всем привезу. Так, главное ничего не забыть. Это я подарю подругам. Магниты. Магниты родителям. А то если приеду без них, они меня не поймут. Это ребятам с работы. Краски. Краски я, наверное, оставлю в себе. Ну и, конечно, книги. Посмотри, какая красота. Мне кажется, я целый день это повторяю, да? Какая красота. А что тебе больше всего понравилось в Берлине? Архитектура, конечно, невероятная. Но мне очень понравилось одно граффити. Краски поцелуй? Ну, я же говорил, что тебе она понравится. Нет. Черно-белое такое. Там обнаженная женщина лежит в объятиях мужчины. Ну да, помню, ты его фотографировала. И в чем она особенная? У нее такое лицо счастливое, умиротворенное. Мне кажется, девушка может быть такой счастливой только в объятиях любимого. Я смотрела на него и думала, что в твоих объятиях я была бы так же счастлива. Извини, я знаю, что я ничего не услышу в ответ, но я тебя люблю. С тех пор, как первый раз тебя увидела. Ладно, забудь. Еще чего-нибудь желаете? Нет, спасибо, Кать. Тогда я пойду, займусь посудой. Все-таки замечательно, сынок, что ты остался позавтракать с семьей, а не побежал, как обычно, с рано работы. Дома уютнее, да и кормят в последнее время в райском месте отвратительно. Кстати, у меня для вас обеих сюрприз. Два билета на концерт во Львове. Макс, ну вот сейчас я тебя вообще не пойму. То ты говоришь, что нам нужно экономить, а теперь покупаешь билеты. Я, между прочим, второй день еще работаю, чтобы мы хоть как-то могли выкрутиться. О работе для тебя я тоже подумал, поэтому созвонился со своей знакомой. Мы с ней вместе ходили на языковые курсы, а теперь она работает во Львове, в бюро переводов. Ну, и причем здесь я к бюро переводов. Ну, ты же блестяще знаешь английский и немецкий. Свободно говоришь, грамотно пишешь. Угу, и это повод работать в бюро переводов. Да, и поэтому сегодня вы поедете во Львов. Совместите приятное с полезным. Моя знакомая тебя уже ждет. Она обсудит с тобой детали работы, а вечером сходите на концерт. Макс, ты у меня такой внимательный, такой заботливый. Ага, а почему? Подожди, ты сказал два билета. А почему не три? Ты что, с нами не поедешь? Ну, иногда невестке и свекрови полезно побыть вдвоем. А у меня много работы. Ну, у меня уже были планы на сегодня. Я весь день собралась привезти в СПА. Мам, ну ты это сделать можешь завтра, послезавтра. А концерт, на который я вас пригласил, только сегодня. И ты же не посмотрела билеты. Сегодня во Львов со своей эксклюзивной программой приезжает. Сыночка. Все, собирайся. Семен Назарович, одну минутку. Семен Назарович, я только что увидела Ростислава и Сушефа, они опять обсуждали гутсульское меню. Такое впечатление, что они не поняли, что эта идея провалилась. Спасибо, что сообщили. Я поговорю с Ростиславом и выясню, в чем дело. Всегда рада помочь. А еще, знаете что, у меня есть несколько новых идей по ребрендингу отеля. Вы могли бы мне уделить время? Я обязательно выслушаю все ваши идеи, но в другой раз. Сейчас у меня к вам очень срочное задание будет. Слушаюсь и повинусь. Вы не могли бы съездить во Львов? Зачем? Там сегодня будет торжественное открытие нового отельного комплекса. Мне прислали пригласительный. То есть вы хотите, чтобы я составила вам компанию? Нет, я, к сожалению, там быть не смогу. Поэтому прошу, чтобы вы поехали вместо меня. Ну и посмотрели, как работают наши конкуренты. А потом все в подробностях мне написали. Ну хорошо, а что именно вы хотите, чтобы я узнала? Все. На сайте отеля сказано, что у них в меню появилась молекулярная кухня. Это очень важно. Поэтому обязательно посетите ресторан, зайдите в СПА, в спортзал. Да и вообще, посмотрите, какие у них есть фишки. И что мы впоследствии сможем взять на вооружение. Неожиданно от вас слышать такое слово «фишки». Хорошо, я поняла, все сделаю. Очень полагаюсь на вас. Да, и чтобы вы все успели, лучше поехать прямо сейчас. Да, конечно, я сейчас зайду в номер, возьму вещи и поеду. Да, спасибо большое, Владислава Викторовна. Алло, Костян, привет, это Марченко. Слушай, у меня суперская идея. Помнишь, мы списывались по поводу встречи одноклассников? Так может, чего тянуть? Давайте сегодня вечером. Ну, у меня в райском. Ну все, собирай, ребят. Ты же у нас староста. Давай. Это хорошее. На это я глаза закрыла. Это очень красиво. Тебе нравится? Угу. Я ее отправляла родителям. И это. Это подругам. Спасибо. Прости меня, пожалуйста. За что? За то, что я тебе утром глупости наговорила. Это не глупости. Мне никто никогда не говорил таких слов. Это ты меня просишь, что я пока не могу ответить тебе взаимностью. Но ты для меня очень близкий и родной человек. Мне, конечно, сложно будет быть другом. Но я буду. А я не хочу быть твоим другом. Давай попробуем начать отношения. Как парень и девушка. Если это из-за жалости, то не нужно. И главное, что бы ни произошло, не впускать в ресторан моего дядю Антона. Под любым предлогом. Антона винокурала? Да. Так он же один из акционеров. Да, я понимаю, но это очень важно. Ну, придумайте, как его задержать. Я не знаю, ремонт, карантин, потоп, все что угодно. Опа! Тихо, тихо, тихо. Мой друг это ко мне. Костян, ты с ума сошел? Здорово. Ну, я думаю, мы договорились. Да. Пойдем, столы уже накрыты. Пойдем, пойдем. Тихо, 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 тихо. Светлана, отвлекись на минутку. Что я опять сделала не так? Не знаешь, кого это Максим в ресторане собирает? Своих бывших одноклассников. Приехали все такие на дорогих тачках, одна круче другой, а девушки все такие в брюликах, как на бал. А ты не завидуй. Начни жить своей жизнью. Может, когда-нибудь тоже в брюликах будешь. Той же мне умник нашелся. Весь день я тебе думал. Звонил тебе, ты трубку не брала. Где пропадала? Семен отправил меня на открытие нового отельного комплекса. Серьезно? Угу. Молекулярная кухня, всякая фигня, на самом деле ничего интересного. Семен стал тебе доверять. Ну, еще бы. Чего мне доверять после провала с гуцульской кухней, да? Если бы не я, этого фиаско бы не было. На открытие этого комплекса отельного поехала бы не ты, а Нина. Ты должна мне, детка? Да? Угу. А что ты намекаешь? Ну, это очевидно. Со мной полезно сотрудничать. Постой бокальчик. Мы можем провернуть этот фокус Семеном, о котором ты говорила. Подсудим счета, он оплатит. Я похожа на дуру? Я не собираюсь ее подставлять. Хотя... Веронику можно подключить. Я сейчас с Семеном не очень хорошее отношение. Вот и отлично. Подставим и Святошу, и его сестру. Если получится. У тебя все получится. Не у меня, а у нас. Ну, спасибо, что так оперативно собрал наших. Да, тебе спасибо за теплый прием. Кухня у тебя просто супер. Знаешь, обычно в таких вот пафосных местах меню не очень. У вас здесь все с душой, национально. Красавчик. Рад, что тебе понравилось. Ну, приезжай к нам еще и семью с собой бери. Обязательно. Пока. Давай, счастливо. Все хорошо? Все просто отлично. Ну что, замечательный день в гуцульской кухне получился. Однокашники в восторге, постояльцы тоже. Друзья обещали оставить на нашем сайте позитивные отзывы и кучу лайков. Думали, что им, друзьям, больше нечего делать? Ну, пришлось немного схитрить. Я сказал, что наш повар соревнуется с поваром из Ужгорода, у кого вкуснее национальное блюдо. Так что, не сомневайся, друзья не подведут. Посмотрим. Все, я домой. А что так не весело, дядя Сема? Проделана огромная работа. Я думаю, теперь мы вполне способны организовать неделю гуцульской кухни, как и хотела Нина. Да, возможно. Свет. Постояльцы из 65-го номера заказали ужин в номер и ждут уже второй час. Это не я, это кухня. Я был на кухне. Там об этом ничего даже не знают. Какие-то проблемы с подключением. Макс, попробуй связаться с мамой еще раз. Она должна присутствовать на собрании хотя бы так. Всем здравствуйте. Не помешаю? Не помню, что я приглашала вас на собрание. Сем, ты можешь меня не приглашать. Можешь пугать охраной, но от этого я не перестаю быть акционером этого отеля. Что у вас там происходит? Нет, все нормально. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Здравствуйте. Ничего, все на месте. Можно начинать. Но только давайте шустрее. Через 15 минут у меня плановая капельница. Успеем. Давайте подытожим успехи первого квартала 2016 года, а потом поговорим о выплате дивидендов. Я думаю, что нам еще нужно поговорить о концепции продвижения отеля. Насколько мне известно, идея не напровалилась. Поэтому давайте все-таки вернемся к предложениям Владиславы Викторовны. А что, гуцульская кухня не понравилась постояльцам? Да нет, все понравилось. Ну, правда, не с первого раза. Вчера у нас прошел второй день гуцульской кухни, и ресторан заработал рекордную выручку. Клиенты остались довольны, а на сайте появилось уже более ста хвалебных отзывов. Серьезно? Ну, это разве что ты их сам всем написал. Подтасовал данные, чтобы продвинуть идеи своей жены. Это же цирк просто. Кто еще так думает? Ну, говорите, кто еще против идеи с гуцульской кухней? Я против. Если Сема говорит, что постояльцам понравилось, значит, оно так и есть. Потому что это единственный честный человек из всех здесь присутствующих. Я, значит, нечестный человек. И мой сын, и мой брат, и ты, да? Максим, ну, что ты молчишь? Скажи, насколько мне известно. Ты тоже все эти баныши и кныши отказался кушать? Я их все-таки попробовал. И они оказались очень вкусными. Как и все остальные блюда. По-моему, идея Нины имеет хорошие перспективы. Поэтому я предлагаю провести в нашем отеле фестиваль закарпатской кухни. Ну, это похоронить наш бизнес. Мы потеряем всех клиентов. Да что за бред? Мы только привлечем новых гостей. Да и постоянных клиентов нужно чем-то удивлять. Сема, чем ты хочешь удивлять постоянных клиентов? Квашеной капустой? Вид клиентов квашеной капустой, скажи мне. Да, но приготовленный так, что от нее невозможно будет оторваться. Все, замолчите все. И послушайте. Управляющий отелем Семен значит последнее слово его. Если кого-то интересует мое мнение, я считаю, что фестиваль – это интересная затея. Ничего подобного в райском месте у нас никогда не проводилось. Да, но есть и другие, более перспективные мероприятия, которые еще не проводились в этом отеле. Которые не закончатся катастрофой. Я услышала ваше мнение, но осталось при своем. Все, разговор окончен. Мне пора на капельницу. Ну, я думаю, можно все это уже завершить и перейти к другим вопросам. Спасибо, Саня. Знаешь, в кино вот обычно наоборот. Парень готовит завтрак девушке после хорошей ночи. А после отличной ночи готовит девушка. Хорошо. Так, у народе кажут, не заглядай у пич, бо в усы не растимуть. Бред, бред, какой бред. Извините, а можно спросить, что вы такое интересное делаете? Работаю. Ну, так вы бы пошли в библиотеку. Там удобней. Кто ты такая, чтобы указывать мне, где будет лучше? Во-первых, человек, который старше вас. А во-вторых, не тыкайте. Это ты мне еще учить будешь? Ну, конечно, ты же замужем за богатым человеком. Тебе все просто так достается. Но знаешь, есть люди, которые должны зарабатывать самостоятельно. Поэтому я попрошу тебя пойти поразвлекаться, пока другие работают. О, Вероника, я тебя как раз искала, хотела с тобой поговорить. Извини, мне сейчас нет разговоров. У меня жуткая голова раскалывается после собрания акционеров. Было собрание? Вы, слушай, а что обсуждали? Сема решил устроить фестиваль за карпатской кухней. Опять? И зачем? Послушай, сама у него спроси. Подожди. Ну, разве ты ничего не понимаешь? Семен всячески хочет угодить своей молодой жене. Но при этом он разоряет отель. Нужно что-то менять. Вся надежда на тебя. Ты должна стать управляющей. Моя мать приняла решение. И поэтому я на это повлиять никак не могу. Можешь, и я тебе в этом могу помочь. Помнишь, как мы с тобой успешно провернули аферу с Максимом? С липовой фирмой. Мы можем это повторить и с Семеном. Ага. Вот это как называется. А со мной ты тогда тоже провернула успешно аферу, когда присвоила все мои деньги? Бухгалтер присвоил все твои и мои деньги. Хватит. Я больше на твои уловки не поведусь. А если ты все-таки решишь устроить аферу с подставной фирмой, то тогда об этом узнает и мать, и Семен. Я тебе это гарантирую. Знаешь, ты меня неправильно поняла. Я все прекрасно поняла. Поехали. Если погода будет хорошая, фестиваль лучше провести на открытом воздухе. Если будет холодно и сыро, можно поставить шатры или навесы и оформить все в традиционном стиле. А еще можно пригласить народный ансамбль. Нина, у нас для тебя потрясающая новость. У нас было собрание акционеров, и мы решили провести фестиваль закарпатской кухни. Это правда? Да, это идея Максима. Так мне нужно перед вами извиниться. Да ладно, все в порядке. А у меня тоже есть хорошая новость. Я уже перевела весь текст, а до отправки еще целый час. Как ты себя чувствуешь? Не сильно устал? Да нет, все хорошо, Нина. Покушать не хочешь? Екатерина Степановна приготовила очень вкусное жаркое. Угу. Так что там у тебя с переводом? Почему ты мне ничего не сказал о собрании акционеров? И как ты мог допустить, чтобы эту дурацкую идею с фестивалем одобрили? Детка, прости. Нет времени, я спешу. Знаешь что? Ника, между прочим, отказалась подставлять своего брата. Я с ней говорила, но она ни в какую. Может, помирилась? Послушай, сейчас у меня другая головная боль. Жена прилетает с Миланой, мне нужно встретить тебя. Угу. Я потом позвоню, мы все обсудим. Верь мне. Тарасик! Услухай, я рассольник на завтра сварила и котлет нажарила. А пюре и салаты мы завтра сделаем. Запакуем хорошенько и можно в райцентр везти. Да? Галь. Ау? Мне только что Семен Назарыч звонил. В отеле организуют фестиваль закрапатской кухни. И он хочет, чтобы возглавил подготовку к фестивалю. Вот як ты думаешь, кто? Кто? Я, Аль. Ты? Так ты ж добрая, Тарасик. Вот и хорошо, вот и молодец. Ну, молодец. А, ну, хорошо. Погоди. А как же обеды? У нас же на три дня вперед заказано. Очень хороший вопрос, Галь. Да, очень хороший вопрос. Лукс. Я же вам говорю, соседние номера заняты. Вы что, издеваетесь? Как вы себе это представляете? Просто так взять и переселить людей? Алло! Алло! Да? Да, очень жаль, но подходящих номеров нет. Всего доброго. Что, бросили трубку? Нет, что вы. Ты разговаривал с клиентом так, будто он тебе что-то должен. Но подходящих номеров нет. Что я могу сделать? Номер остался. Добрый день. Меня зовут Петр Андреевич. Я начальник службы приема и размещения гостей в отеле «Райское место». Чем могу вам помочь? Ну, к сожалению, сейчас действительно нет двух свободных номеров люкс. Но на следующей неделе они появятся. Понял. Но мы можем вам предложить два стандарта повышенной комфортности. Замечательно. Ну, тогда будем вас ждать. Добро пожаловать. Забронируй, пожалуйста, с понедельника два стандарта на фамилию Башко. Макс, может быть, не уходи, а? Я уже отправила перевод. Свободно как птица. Мы бы весь день могли провести вместе. Крис, у меня полно работы. Мне нужно готовиться к фестивалю. Слушай, ну, что за дурацкая идея? Кому это вообще нужно? Так, это, наверное, сработает. Подожди, не уходи, я проверю. Одну секундочку. Так. Благодарим за присланный перевод. К сожалению, ваш текст содержит большое количество стилистических ошибок. Заказчик любезно согласился подождать два часа, пока вы внесете необходимое исправление. Стилистические ошибки всего два часа? Крис, ты в любой момент можешь отказаться от этой работы. Еще чего? Ну, ладно. Так. Извините, а Семен не здесь, я дозвониться ему не могу. А так неудивительно, он телефон забыл, а сам с твоим дядей поехал навстречу. Организаторы фестиваля с Ирой обещали поделиться опытом. Да, он говорил. Я пока за главного. Я могу чем-то помочь? Нет. Я дяде сейчас позвоню. Подожди, Нина. Что-то случилось? Да из Михеевки звонили. Новый хозяин овчарни хочет отправить атамана на живодерню. Коня Михая? Да. Я не знаю, что делать. Семена нет, такси я вызвала, оно не едет. И я не прощу себя, если с атаманом что-то случится. Так, поехали. Поехали, поехали. Представляете, всего лишь за каких-то два часа я успела внести все правки и отправила текст минута в минуту. В общем, заказчик теперь точно будет доволен. Слушка, а ты уверена, что это стоит таких усилий? Ну, ты двое суток практически не разгибалась. Перевела несколько страниц текстов. Зато теперь я получу первые в своей жизни деньги. Я сама их заработаю. Сама. Ну. Интересно. А сколько сейчас платят за переводы? Да, кстати, ты поинтересовалась с самой гонораром, когда была в бюро? Нет, я не интересовалась, но я уверена, что за такой тяжкий труд должны заплатить, ну, не меньше тысячи евро. Угу. О, вы как чувствовали, деньги пришли. Так. Четыре тысячи девятьсот шестьдесят гривен. Это что, шутка такая? Нет, ну, они же не могли за такой тяжелый перевод начислить такую маленькую сумму. Этого даже, даже на шоппинг не хватит. Можете посмотреть фотографии на сайте, там и цены указаны. Пожалуйста, до свидания. Отель «Райское место», Светлана, слушаю вас. Для кого? Светка, привет, как дела? Да, хорошо, обязательно я оставлю для него сообщение. Подожди. Я не могу уже дождаться, когда Иванка вернется. Это не работа или кошмар. Так ты к нам возвращайся, у нас с тобой. Я пошла, мешать не буду. Света, в тридцать девятом номере прорвало трубу, я вызвал сантехника. Нужно будет его встретить. А в сорок восьмом нужна детская кровать, если ты помнишь. В сорок восьмом и тридцать девятый? Да, все будет, Петр Андреевич, все будет. В сорок восьмом детская кровать. Отель «Райское место», Светлана, слушаю вас. Да, дочь самого Василевского. Все равно нет вакансий. Девушка, вы, наверное, не расслышали. Я Кристина Василевская. Василевская. Ну что, закончилась твоя эпопея с поиском работы? Нет, не закончилась. С такими нищенскими зарплатами мне подходит только вакансия топ-менеджера. Но на эту должность меня брать не хотят. И даже на собеседование не зовут. Слушай, ну твоя проблема легко решаема, за одну минуту. Один звонок отцу, и все. Ну я же сказала, что я не буду просить помощи у отца, я сама смогу. Я поняла. Я докажу Максиму, что я сама могу. Здравствуйте, я хочу поговорить с новым хозяином овчарни. Мне сказали, он здесь. Ну правильно сказала. Я новый хозяин. Шо? Шо? Я приехала за атаманом, я хочу его забрать. Ну хоти, хотеть не вредно. Только я его купил, это мой конь. Все по закону. Давайте я у вас его перекуплю. Вы же все равно его хотите на живодерню сдать. Так а кому нужна эта скотина? Он за все время ни разу мне не дал на себя влезть. Так что мне эту подлюку на мясо пустить дело принципа. Упрямых надо наказывать. Я заплачу любую сумму. Отдайте нам атамана. Ты шо, серьезно? Любую. Пять тысяч баксов. Хорошо. Сейчас таких денег у меня нет, но я их достану. Ну когда достанешь, тогда и приходи. Атаман идет на мясо сегодня. Ну пожалуйста, подождите хотя бы пару дней, мы привезем деньги, честно. Да нечего ждать, жизнь идет. Либо сегодня, либо никогда. Руся. А? Тебе свежее мясо на котлеты надо? Тьфу, щияк! Открыто. Что, соскучилась? Не то чтобы соскучилась, но кое-что поняла. Например? Я хочу быть горничной. Пожалуйста, возьмите меня обратно. Я не могу больше работать с Петром Андреевичем. Он из меня всю душу вытряс. Ну ты же радовалась повышению. Перерадовалась. Возьмете? Ой, Света, пожалуйста. Только после того, как вернется Иванка. Я и дня больше на ресепшене не выдержу. Ну пожалуйста, Анна Григорьевна, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так все, 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 все. Тебя туда никто силой не тянул. Взялась, значит, доводи дело до конца. Свободно. Все хорошо? Что делать? Подожди. Я оставлю в залог свою машину. Через два дня я привезу деньги. Пять тысяч долларов, как договаривались. Машину за коня. Согласный или нет? Да, Сэ, как знаешь. Только если через два дня не будет бабок, машина остается мне. Ну все, идите в овчарную. Я допью, подойду. Слышь? Хворенькие на голову. Ага. Семен Назарыч, подождите, пожалуйста. Что случилось? Все нормально. Я вот тут подумала и решила начать свою карьеру в райском месте. Ну, я ведь все-таки уже одна из Марченко, так что нужно продолжать семейное дело. Сейчас в отеле открыта вакансия горничной. В смысле? Еще нужна официантка. Хотя нет, вакансию официантки вчера закрыли. Пока только горничная. Вы что, издеваетесь? Если не веришь, можешь спросить у своего мужа. Больше вакансий пока нет. Возьми же ты трубку, Макс. Ой, простите. Я думала, Нина вернулась. Она куда-то уходила? Утром мне кто-то позвонил. Она разволновалась и побежала в отель. Кто позвонил? Ну, я не знаю. Я так ничего не поняла, поэтому пришла спросить, все ли в порядке. Где-то оставил свой телефон. Можно ваш? Конечно. Спасибо. Они мне, Семену Назаровичу, подробно рассказали, как сыр делают. Вот весь процесс, от начала и до конца. И мы с Семеном Назаровичем решили, что у нас на фестивале будет своя собственная сыроварня. Ну, чтобы гости могли попробовать приготовить себе сыр. Великолепно. Великолепно. О! А еще мы придумали, что у нас будут другие развлечения. Ну, вот, например, Коваль или там Гончары. Да уже весело. Мы с Семеном Назаровичем уже обо всем договорились. Молодцы вы, Семеном Назаровичем. А я опять не удел. Обеды мы в офисы не возим больше. Вот я бы могла на фестивале вашем помогать. Но ты же меня не привлекаешь. Алло. Семен Назарович, это вы? Что, Нина? Сейчас спрошу. Нина не заезжала? Не, я ей набатила. Нет, ее у нас не было. А что? Хорошо. Это, Семен Назарович говорит, что Нины дома нет, и на звонке она не отвечает. Господи, что, опять пропала? Эти дни, самые лучшие дни в моей жизни. Я так счастлива. Мне с тобой тоже очень хорошо. Так хорошо, что кажется, что это все сон. Мне хочется, чтобы так было всегда. Чтобы я тебе завтраки готовила. Чтобы мы такие дурацкие фильмы смотрели. Чтобы мы были всегда вместе. Я хочу видеть, как ты улыбаешься. Я тоже хочу, чтобы так было всегда. Давай поженимся. Я все-таки обижала, с персоналом поговорила. Макса с утра никто не видел. Ой, на звонки не отвечает. Давайте в полицию звонить. Семен Назарович, ну что, знаешь, Лайя? Нины в отеле нет. Нины нет? То есть они вдвоем? Да ну не могут они быть вдвоем. Ухарик горит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон